Я не могу не спросить сразу же о том, как вы относитесь и как вы реагируете на новости о том, что Стивен Сигал получил должность в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Я за него очень рад. Думаю, это фантастическая должность. Стивена любят десятки миллионов людей по всему миру. Он легенда. И если кто-то может помочь сближению России и Америки, то Стивен – это отличный человек, способный попробовать. А почему Стивен Сигал? Потому что ведь мы же понимаем, что недавно против него были выдвинуты обвинения, в частности, в Соединенных Штатах. Правда, это старая история, но, тем не менее, недавно об этом стало известно. И, в общем, Стивен Сигал в последнее время как-то, я даже не замечала, чтобы он активно снимался в голливудском кино. Какие у него могут быть эффективные рычаги решения гуманитарных вопросов между Америкой и Россией? Я думаю, мы должны задаться вопросом, а как это может повредить? У России или ее президента нет списка людей, с которых можно было бы выбирать. Людей, которым Россия могла бы доверять. Президент очень близок со Стивеном. Сигал сделал многое в России, много мероприятий, да и во всем мире тоже. И я знаю, что российский президент доверяет Стивену, а ведь все начинается с доверия. Если бы в России был ряд других людей, особенно американцев, способных занять эту должность, Россия бы ими уже воспользовалась. Так что сейчас речь идет о человеке, который может попробовать что-то изменить. Как вы думаете, а почему Владимир Путин доверяет Стивену Сигалу? Что продемонстрировал Сигал Путину, помимо общего, очевидно, увлечения боевыми искусствами? Что Сигал продемонстрировал Путину такого, что российский лидер ему доверяет, как вы говорите? Я привез Стивена в Россию на мероприятие, где он выступал, а уже после Стивен и Путин встретились. Это был то ли 2013, то ли 2014 год. Прошло достаточно времени с тех пор, чтобы сформировалась дружба. Они проводят много времени вместе. Думаю, президент Путин великолепно определяет характер людей. И, полагаю, российский лидер самостоятельно решил, что Стивен достоин доверия и может принести пользу. Думаю, никто не проводил со Стивеном в России столько времени, сколько провел Путин. Скажите, Боб, а вы сейчас включаетесь в наш эфир из своего кабинета? Да, это мой офис в Лас-Вегасе. А у вас российский флаг всегда там растянут на этом месте? Да, я проработал в России 15 лет, а полтора года назад переехал из Москвы в Лас-Вегас. И с первого же дня этот флаг в моем кабинете. Россия очень близка моему сердцу. У меня невероятный опыт, связанный с этой страной. Много друзей оттуда. Так что я стараюсь держать Россию как можно ближе к себе. Когда к вам приходят гости, которые не в курсе, что вы так близки с Россией, их не удивляет российский флаг в вашем кабинете? Если честно, я не думаю, что есть кто-то в Америке, кто бы знал меня и не знал, как близка мне Россия, кто бы не знал, как много лет я там провел. За 15 лет я привез в Россию 300 или 400 гостей, более 130 актеров и групп, много других, випов, агентов, менеджеров, очень состоятельных американцев. Я не могу, кстати, не продолжить вашу мысль и перечислить, как минимум, нескольких из тех людей, кого вы привезли в Россию. Это, например, Джим Керри, Джек Николсон, Антонио Бандерас, Николас Кейдж, Канни Уэст, Шон Пенн, Милый Йовович, Сигурни Уивер, Стивен Сигал, упомянутый, Марайя Керри, Кетти Перри, Кис. В общем, мне кажется, что всех, просто всех. Вот скажите, в условиях довольно тяжелых, натянутых, мягко говоря, отношений между Америкой и Россией, как вам это удается привозить людей? В частности, вот я Кетти Перри вижу в списке, но она же очень активный демократ. Она, например, поддерживала Хилари Клинтон во время ее кампании. Это человек с позицией политической, а вам удалось привезти ее в Россию как? Поверьте, вся эта ситуация меня очень удручает. Я работал в России с 98-го года, когда привез к мэру Лужкову Уорнер Бразерс. Я понимаю Россию, какие чудесные там люди, какая великая страна, культура. И всего несколько минут по телефону с этими актерами, музыкантами, агентами достаточно, чтобы я объяснил, то, что они посетят Россию, это не политика, это культура. Они будут делиться своим талантом, своей славой с российским народом. Российский народ это заслуживает. Как вы думаете, а вот с кем бы Стивен Сигал мог в Америке налаживать отношения от лица России? Кто эти люди, которые готовы были бы, например, из-за, не знаю, сферы культуры, кто угодно? Это же гуманитарное сотрудничество. Кто был бы готов со Стивеном Сигалом общаться, вести диалог, как с представителем Российской Федерации? Есть у вас представление уже? Я уверен, что президент Трамп был бы счастлив, как и многие люди из его организации. Я почти уверен, что Трамп знает Стивена. Думаю, они встречались. Не через меня, конечно. Я не нужен Стивену, чтобы встретиться с кем угодно в мире. Есть множество людей, которые знают Стивена, уважают и любят его. Они понимают, что у Стивена добрые намерения. И Стивен знает, кто в Америке хотел бы налаживание отношений с Россией. С них Сигал и начнет. В конце концов, он может прийти прямо к американскому президенту. Это высшая точка отчета. Окей. И вот вы говорите, что это в основном культурное взаимодействие, когда приезжают люди, известные в Голливуде, знаменитости действительно самого-самого, что ни на есть, высокого уровня. И это культура, это вот такой диалог в рамках культурных обменов. Но одновременно вы сразу же упоминаете Путина. И я вот вижу на вашем сайте ваши фотографии, например, с Путиным, вашу фотографию с Дональдом Трампом. Все-таки это политика, очевидно ведь, правда, Боб? И как вы думаете, с учетом вот того, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут как-то иначе общаться, иначе, нежели общались с Владимиром Путиным, например, и Барак Обама, у вас будет больше возможностей в России, больше работы? Есть ли у вас какие-то планы, связанные с этим? У меня большие планы, связанные с Россией. Сейчас я занимаюсь и пытаюсь продать пять разных сериалов, которые я хотел бы производить, и все они будут сниматься в России. И помимо всего прочего, это кино будет позитивным промоушеном для России. Раз вы знаете Владимира Путина, поскольку вы с ним знакомы, может быть, у вас есть представление о том, чем руководствуется российский лидер, вручая гражданство Стивену Сигалу? Лично он берет паспорт, из кармана достает Владимир Путин и вручает Сигалу, да? Этим что говорит российский лидер и какая у него цель? Я думаю, во-первых, он демонстрировал дружбу, поскольку это именно то, чего хотел Стивен. Так же, как и Рой Джонс Джуниор, Жерар Депардье, Монсон. Это то, чего они хотели, располагать в России большими возможностями. Они работают в России, и с гражданством они могут делать там больше, потенциально для России полезного. Путин это понимает. Если честно, мои беседы с Путиным были довольно короткими. Я однажды видел Путина вместе с Кевином Костнером, который приехал на благотворительный концерт в Санкт-Петербург, где Путин пел Blueberry Hill. Это довольно известное мероприятие, и я привез Кевина Костнера с его группой для выступления там. Путин прекрасно пообщался с Костнером. У них была длинная беседа с Кевином, они сидели за одним столом. Мои короткие разговоры с Путиным были прекрасными. Мы обсуждали других звезд. Его люди обычно звонят мне и спрашивают, могу ли я привезти ту или иную знаменитость на то или иное мероприятие. Я же не общаюсь с Путиным напрямую. Он не звонит мне и не спрашивает, «Боб, можешь привезти мне Шварценеггера в следующем месяце?» Нет, ничего такого. Я только мечтаю, что однажды наши отношения дойдут до этого. Но я не думаю, что это когда-то произойдет. Он очень занятой человек, у него много других важных дел. Я был бы счастлив привезти ему Шварценеггера, Сильвестра Сталлоне. «Послушайте, я аполитичен. Я забочусь о людях. Я считаю, что все заслуживают одинакового отношения. Но когда в дело вступает политика, то у людей появляются дополнительные мотивы и страхи. Все меняется». Дональд Трамп для вас это селебрити? Если честно, для меня он президент. Конечно, он был селебрити в Америке, когда вел шоу «Кандидат». Теперь, когда я вернулся в Штаты, он президент. Та моя фотография с ним была сделана в 2013 году, когда он приехал в Москву во время «Мисс Вселенная», а я помогал NBCUniversal с организацией. Может быть, вы знаете, встречался ли Трамп с Путиным в ходе того визита? Знаете, мне часто звонят в CNN, из Вашингтон-Пост и из других изданий и спрашивают, представил ли я Трампа Путину. Я этого не делал. Если бы у меня была такая возможность, я бы это сделал, потому что Дональд был успешным бизнесменом, который приехал в Россию вместе со своим шоу «Мисс Вселенная». Если бы он хотел встретиться с Путиным, и я мог бы это организовать, я был бы счастлив это сделать. Так же, как когда я привожу Дональда Гловера или любую другую знаменитость в Россию, я звоню в администрацию президента и спрашиваю, есть ли у него время с ними встретиться. В 99% случаев он занят, как и в тот раз, когда приезжал Трамп. Последний вопрос, Боб, спасибо вам еще раз за беседу, она невероятно интересна. Просто вы упомянули, что Дональд Трамп был бы счастлив, would be happy to, встретиться со Стивеном Сигалом. Как считаете, эта встреча возможна? Будете ли вы прилагать усилия для того, чтобы подобный диалог состоялся в ближайшем будущем? Не могу говорить за Дональда Трампа и за Стивена Сигала, но я уверен, что Стивен знаком с Трампом. И опять-таки, Дональд очень открытый парень. Думаю, он уважает Стивена за его заслуги. И я не вижу причин, кроме политических, по которым он не был бы рад поговорить со Стивеном по телефону и обсудить пути взаимодействия России и США. Ведь речь идет именно об этом. Я за мир и любовь вместо разделения и раскола. У меня есть столько русских друзей, которые ждут и дождутся визита в Штаты, и которым так здесь нравится. И у меня есть куча американских друзей, которые каждую неделю ездят в Россию. Между нашими странами и гражданами столько любви, что очень жаль, что политика пытается нас разъединить.